Ведовичная подея. Выбухом демонтирована 105-метровая труба в творчестве, которую испынили больше 30 лет тому. Операцию провели на территории предприемства Светлогорск-Химволокно. Наши корреспонденты надзирали за взрывными работами. Снимание, жилье, не взрыв! До речи, эта труба находилась в аварийном стане. Кроме того, и сама вытворчность, до которой она относилась, была внесена много лет тому. Чтобы демонтировать трубу, пришлось заденять специалистов Центра взрывотехнической службы Республиканского отрада специального призначения ЗУБР и работников Светлогорского районного отдела по надзвичайных ситуациях. Демонтаж такого объекта – справа складанная и отказная. Для взрыва трубы спочатку были проведены подрихтовчивые работы. Работы были проведены в течение двух дней. Первый день мы ее подготавливали, вырезали несущие конструкции, которые мешали обрушению. И в дальнейшем, при укладке зарядов, произвели обрушение взрыва. Еще до початку работ наши корреспонденты записали интервью с керавництвом предприемства Светлогорск-Химволокно. Это территория завода искусственного волокна ОАО «Светлогорск-Химволокно». Еще в советские времена основной продукцией завода искусственного волокна – это было вискоза, в процессе производства которой использовалось большое количество сероуглерода. И это здание, и эта труба использовалась для того, чтобы очищать непосредственно выбросы от большого объема этих вредных веществ. На сегодня уже более 30 лет производство этого у нас закрыто. Специалисты поведомили, что взрыв трубы – значительно тоней, чем ее разбор. А кроме того, разбирать трубу довелось вельми долго, не меньше, как два месяца. В ближайшие годы свободная зараз территория будет выкористовываться для реализации инвестпроектов. Это предугледжено программой перспективного развития предприемства Светлогорск-Химволокно. Марина Северьянова, Максим Саин, Сергей Камко, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке редакции «Светлогорские новины».